Субтитры сделал DimaTorzok Мы рады вас всех видеть, рады видеть нашего очередного гостя, замечательного, прекрасного Александра Кучерию, также известного как ФОБОС Такой немножко зашкварный звучок для тебя Это правда, привет, я тебя тоже рад видеть Слушай, я впервые, скажем так, сейчас веду подкаст с человеком из Доты, а ты как раз у нас один из олдов таких, олд прям Вот, ты еще с Денди начинал, ты помнишь еще Гоблака, скажем так, в его ранние часы, скажем так Ты, чем Дота тогда отличалась от сегодняшней? Мне кажется, вот футбол же отличается сегодняшний от прошлого футбола Сейчас, например, Пелеба уже проиграл даже Эдуарду Цехмич с руку, мне кажется Ну, в скорости, во всем, сейчас все быстрее Вот до таких времен, она была больше фановой такой какой-то, или все-таки... Так, я могу спросить тоже вопрос Конечно Да, а чем футбол, собственно, отличался, мне самому интересно стало Ну, вот, если мы посмотрим вот тот футбол, то там он был больше хаотичный Сейчас он все, сейчас тактика такая, которую просто никак не победить Тогда только изобретали тактики и было все медленнее Сейчас скорости выходят на первый план Как мне кажется, ну, посмотри, на то же Кристиана Роналду Это просто, ну, какой-то из-за Месси Безумцы! Какой там до них пиле? Ну, в общем, здравствуй, как отличия есть? То есть, первое, это то, что старая дота первая, она игралась именно от того, какая у вас сторона была Там, Сила Света или Сила Тьмы И, соответственно, герои выбирались вот только Ставерн Света или Ставерн Тьмы И сейчас ты можешь брать героев, в принципе, ну, абсолютно всех То есть, нет такого деления, здесь просто набор героев, и ты выбираешь Вот, второе, это как бы, это только игра стратегическая Героев много, то есть, вообще, киберспорт тогда, скажем так, был, ну, на каком-то на нулевом уровне Вот, и сейчас прошло вот 10 лет, и он, собственно, 10 лет в сети развивался То есть, поменялась тактика, стратегия, поменялся подход Да все поменялось Если раньше люди просто играли игру ради удовольствия, то сейчас она стала гораздо более профессиональной Уже бизнес, да, такой? Да, люди тренируются, вот, люди берут героев, то есть, мало того, вели, скажем так, пять позиций Пять позиций, то есть, врубая, есть даже эксперт по каждой позиции, который тренирует определенный полгероев Определенные макрозадачи на этом герое, вот, понимание того, что делать и так далее Да, вот, конечно, все, вот тоже опять Да, то есть, раньше, если сравнить с футболом, то это не то, что там 50-й там или 100 Это вот раньше, это, во двор, типа, выходили побегать, там, толпой бежали в одну сторону Потом толпой в другую сторону, вратарь с вами там бегал, возможно Самый толстый на воротах Обязательно То сейчас, скажем так, стало гораздо круче Слушай, а вот ты, ну, ездил тогда по тем турнирам Как сейчас турниры вообще? Насколько они отличаются от тех? Сейчас, ну, я знаю, что сейчас все гораздо, как бы, профессиональнее организовывается и так далее А вот раньше, вы приезжали, там, может, какая-то будка была в лесу, я не знаю, ну, что-то такое Ну, как, это первые турниры, как они выглядели вообще? Ну, знаешь, если сравнивать, то раньше было для души Вот, сейчас это, конечно, профессионально Тебя там селит в отель, ты играешь, у тебя есть строгий график, у тебя есть строгие медиа-дни То есть, если вы приходите играть в игры, то ни о каком там фане речи быть не может То есть, вы вот серьезно пришли на игру, отыграли, или там в кабинках никого не видите По закрытым коридорам, возможно, прошли Вот, а раньше просто все забрались в клубе Все сидят там, пьют пиво Ну, класс Да-да-да Верните старую доту Люди, кстати, приходили, в Кайси, уверен, было так же То есть, многие люди приходили на клуб просто посмотреть, потусить Трансляции тогда не было, кстати, вот этих вот онлайн Максимум, что было, это демки, которые выкладывали на сайт Вот, и раньше действительно было для души Сейчас это, конечно, на рапке Да, это жаль Как автопати интересно выглядели вот тогда Потому что сейчас автопати-то одно, но наверняка раньше тусили-то получше, ребята Нет? Ты знаешь, мы не были ни на одном автопати Их не было? Ну, допустим, если мы ездили в Москву Их, во-первых, не было, потому что турниры проводились, только компьютерные клубы проводили И мало того, половина турнира могла быть, что там процент призового фонда Он как бы идет в призовой То есть, люди пришли там, по 200 гривен скинулись 50% от того, что скинулись, как бы зарабатывать Класс То есть, автопати-то вот люди могли сами собраться Где-то там после клуба Кто-то за клубом В подъезде Великолепно Вот такое могло быть автопати Сейчас уже автопати не те Не та дота Мы вообще в Москву когда ездили То есть, это, чтобы понимать Мы собирались, вечером выезжали Утром приезжали на поезде в Москву Потом ехали там на метро, в клуб Играли весь день С клуба обратно на вокзал, на поезд И обратно домой Вот так вот И мы реально снова хвалились Все были пяные Скажем так Нет, ну там По выносливости это было нереально То есть, фактически там два дня не спать Еще весь день проиграть На вокзале где-то часов 6-7 Постоять, подождать поезда Потому что я не знаю, почему-то ночных поездов когда не было Да, это, конечно, удар по организму Ну, были молодые, сильные Было время, были силы, да А ты можешь вспомнить какую-то криповую такую историю Какой-то криповый экспириенс на каком-то из таких старых турниров Ну, что-то такое тебя вообще выбило из колеи Ой, это только, опять же, с Асусом Короче, был у нас такой друг, Леша Джуниор В общем, он очень любил травку покурить И, в общем, мы поехали тогда командой на турнир сыграть И он поехал, в общем, с нами То есть, он туда ехал именно посмотреть Ну, и, собственно, травку покурить, что еще У него две задачи, да, в жизни? Да, и тогда отличие было в том, что турнир проводился там впервые два дня То есть, не так, что мы как бы день проиграли И потом сразу же на вокзал Все-таки мы где-то протусовались Потом следующий день поиграли И потом на вокзал, вот так Вот, и, собственно, нам отели никто не оплачивал Гостиницы тоже В общем, мы где-то часа в два ночи закончили Следующая игра у нас была там в десять утра И мы, в общем, поехали где-то переночевать Как-то где-то худо-бело И, бедно, короче, сняли один номер В котором пять человек просто зашли Ну, так прям КВН напоминает, знаешь? Да, кто-то на кровати, кто-то там на диване Там человека два-три на полу Причем, по-моему, из-за навески даже использовали, чтобы укутаться Вот Ну, лежа-джуниор не влез, соответственно И мы, получается, утром просыпаемся Там еще был, знаете Это было на окраине И, получается, мы приезжаем Там еще такая погода холодная Солнце светит То есть, как будто Никого нет на улицах Самое главное Как будто, знаешь, приехал в город После зомби-апокалипсиса Просто пустые улицы И вот это солнце светит И просто мы смотрим Где-то вдалеке Один Леша-джуниор Вот так вот, короче, идет куда-то Где он всю ночь был Что он делал? Уда-то, причем, да? Ну, в сторону клуба, короче То есть, мы-то мы-то на такси ехали Ой, я бы не впугался Какой-то Да, это жесть Ну, вот в этом есть какая-то романтика Согласитесь То есть, сейчас Вот тот же ноутейл Вряд ли поймет, что такое Быть укутанным в скатерть или простыню Или занавеску Это вообще вот Ну, то есть Можешь себе представить там Какого-нибудь такого топ-игрока Который в занавеску укутался И лежит, ждет турнира Нет Так что В этом какой-то был Азарт, скажем так Это хорошее воспоминание Да, ты правильно Ты приехал в номере Что включил себе там В этом, да Была своя романтика Это правда Но ты программист, да? По Скажем так По образованию По образованию По специальности И в Наве ты как раз, по-моему Вне уровне сеньора был, между прочим Работал программистом, да? Да, да То есть Она не приносит тебе больше доход Чем Скажем так Турниры Ну, зависит от турнира Зависит от призового места Тут, к сожалению Довольно большая дисперсия Ага Ну, а На среднем нет Ну, ты Тем не менее В какой-то момент ушел Из киберспорта И занимаешься сейчас Наоборот Ушелось Программирование Занимаешься Сейчас в киберспорте Не, имею в виду Ты перестал играть Ага Ты не там, не там не успеешь Тут уже Программирование тоже Надо довольно много затрачивать Ну, говорят же Все равно Что программирование Это как бы Ну, программисты Это хо-хо Это супер топ-профессия Дофига бабок И всего остального Ну, да Просто дофига бабок У каждого Разные понятия А, я понял Кто-то и в занавеску Может укутаться В общем Ты Почему ушел Из, скажем так Киберспорта В плане Игрового Почему ты решил Бросить играть А решил быть аналитиком Ты потерял какую-то мотивацию Вообще Волю к победе Там Или Что пошло не так Почему так Все пошло как раз так Это был план такой Ну, да Это было абсолютно Звешенное решение По очень-очень многим факторам Вот В принципе В игровой деятельности На данный момент Просто огромная Тоже дисперсия Сейчас Ты либо Получаешь ноль Либо получаешь много Вот При этом С организацией Мы точно так же Ты либо подписываешь Хорошую организацию И, ну, как бы Рискуешь Либо Скажем так Подписываешь Какую-то там Среднюю Там Неважно Словно говоря На какую зарплату Вот И пока Допустим Ты ждешь Предложение От хорошей организации Или ты тренируешься Что-то играешь Получается Другим организациям Выгоднее у тебя Сманивать игроков Либо как-то Твою команду В общем Разрывать на части Разрывать на части Да Потому что Им выгоднее там Одного-двух игроков Поменять Чем-то Всех пятерых Забирать Ну да Кроме случая Кроме случая Если команда Внезапно Берет И проходит На мажор Ну вот Обычно Предпосылок К тому Что ты допустим Играешь в Европе А мы в Европе Играли с парнями Потому что Ты возьмешь Внезапно Вобьешь Тим Ликвид Секрет И прочих Вот их мало Ну вот Печальные перспективы Ты нарисовал Для молодых команд Их либо Разорвут на части Либо им надо Побеждать Да При этом Игроки Никак не защищены То есть В момент Могут быть Смена состава Там еще что-то И так далее Эти достижения У тебя Забирается И ты должен Опять с нуля Проходить Этот путь Опять доказывает Что ты умеешь Играть Что ты понимаешь Что-то В эту игру Вот И в какой-то момент Я просто устал Как все повторять Да И слова звучат Как знаешь Такое Я знаю Как это сделать Вот там Вот она Я как построить Команду Как там Собирать Я знаю Что там Допустим Полгода Замена Нужно Примерно На То что Команда Стала Сильной Обычно Или Полгода Тренировок Вот Ну Скажем так По пути Очень много Препятствий Которые Не совсем От тебя Зависит Которые В общем Эту Команду Могут Потрепать У нас Есть Чат Ви Твой Клаб Называется Я Тому Как бы У людей Поспрашивал Что Они Хотели Бы Спросить У тебя Лично То есть Ну Обычные Люди Скажем Так Не Журналисты А Вот Просто Работяги 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 Пацаны Будет Фобос Что Вы Хотите Знать От него И вот Они Все Спрашивают Ты Будешь Еще Играть Или Нет Это Самый Главный Вопрос Я Не знаю Посмотрим Ну У тебя Есть План Нет На данный Мент У меня Плана Нет Но Если Ситуация Как-то Поменяется То Не вижу Смысла Отсекать То есть Это Ты Ждешь Предложение Какого-то Нет Я Жду Никого Предложения То есть Я Просто Говорю Что Если Ситуация Поменяется Будущим Будет Предложение Это Очень Много Факторов Хорошо Ну Ты Не Отбрасывай Сожились Опять От моей Удственной Формой Насколько Сильно Руки Помню Пока Что Понятно Я Все Помню Это Тоже Странно Знаешь Типа Но Мы Опять Жене 70 Лет Нам Для Того Чтобы Там Знаешь Я Смотрю Нож Большое Количество Своих Коллег Я Вижу Что Процентов 80 90 Из Них Почему Какой-то Момент Очень Сильно Сдуваются То есть По Покуплены Годами Опыт Позволять Тебе Играть Лучше То есть Взять Пример Там Бупе Куроки И так Далее Но Допустим По СНГ Коллегам Я Вижу Там Они Очень Сильно Начинают Просаживаться Со Временем Это Тоже Та Причина Допустим Почему Не так Интересно Играть Сейчас Потому Что Мои Ровесники Люди Которых Я знаю Не Уходят И Врывается Допустим Вот Это Молодежь Которая Ну Во-первых Совершенно Неопытная Да Она Может Быть Сильно В каких Механических Вещах На данный Момент Но То есть Она Неопытная Они Не особо Умеют Общаться Потому Что Поколение Менее Социализировано Такое Давай Как раз Вспомним Как раз Мы Заговорили О Фа Нинджи Который Замечательно Андрюха Андрюха Это Там Ну Как Ты Прокомментируешь Вот Этот Выход Выход Которая Афа Нинджи Так Что за выходка Может Люди Не знают Озвучит Ну Хорошо Это Выходка Давай Скажем О ней Людям В общем В матче Гамбита Против Винстрайка Афа Нинджи Ливнул Со словами Good Game Well Played После Его Кила На Какой Там 30 Какой Там Минуте В момент Когда Получается Винстрайка Превосходил Их В экономическом Каком-то Плане Но Это Было В принципе Понятно Почему Он Ливнул Но Гамбит Его Оштарфовал Соответственно Это Было Нарушением Правил Ну Неправильным Рейджквитом По их Мнению Или Они Пошли На поводу Камью Как ты Думаешь Которые Типа Чем Ливнул Мне Тоже Этот Вопрос Беспокоит Потому Что Люди Всегда Когда Проигрывают Они Выходят И Пишут ГГ Он Это Сделал Когда Проигрывают Могут Писать Некогда Хуже Вещи Должны Прям П Вышел Это Признак Хорошего Тона Всегда Кто-то Выходит Первым Когда Команда Ливая Вот Мне Тоже Это Беспокоит Но Почему Тогда Гамбит Он Оштрафовал В Твитере Написали Во Вторых Из Того Что Говорили С Они Как бы Играть Тут Нет Смысла Нечего Тратить Силу И Собственно Можно Выйти Нечего Портить Себе Атмосферу Когда Ты Проигрываешь Когда Тебя Давит И так Далее Это Может Быть Именно По Моральному Состоянию Неприятно Когда Тебя Бьют Ногами Можно Скажем Так Поднять Что Тебя Будут Бить Ногами И На Поводу Комьюнити Ну Его Единственная Скажем Так Ошибкой Ошибкой Команды Было Что Они Они Вышли Чуть Позже Чем Он То Есть Если Они Вышли Все Одновременно Все Увидели Кучу ГГ И Все Ну Да Команда Сдалась А так Он Первый Вышел Через Какое Это Время Вышли Остальные И Восприняли Как Рейдж Правильно Ну Так Его Учитывая То Что Мы С Первую Команду В первой Команде Грали В которой Возвращался Собственно Это Выход К Не Про Него Так Что Я думаю Они Просто Не Хотели Сильно Проигрывать Он Какой Просто Вышел Добы Не Тянуть Кота За Хвост Все Ну А Люди Начали Как-то Ругаться И так Далее Ну Менеджмент Наверное Было Проще Написать Ну Ладно Мы Его Штраховали Успокойтесь Ну Да Вот Это Я Думаю Что Наверняка Было Было Проще Но Опять Хотелось Быть Таким Менеджером Не Идти Даже Если Это Не Было Особо Согласовано И Вот Действительно Штраховали На Какую-то Суму Ну То Ты Не Допускаешь Мысли Что Он Просто Квитнул Ливнул Посреди Игры Я Допускаю Мысли Что Даже Если Он Квитнул Но Была Серьезная Причина Так Что В этом Ничего Плохого Я Совершенно Не Вижу Хорошо Мы Собрали Для Тебя Несколько Цитат Твоих Старых Олдскульных Друзей Тоже В общем То Игроков И Коллеги По Цеху Со Стримов Интервью Угадаешь Ли Ты Кому Они Принадлежат Я Сейчас Буду Тебе Читать Цитату А ты Должен Гадать Кому Она Принадлежит Давай Попробуем Как же Сложно Сказать Сори Парни Мы Ошибались Мда Все Ясно Это Игра Да Как же Сложно Сказать Сори Парни Мы Ошибались Мда Все Ясно С чем С понятием Лил Это Был Лил Можно Было Догадаться Он Говорит Все Лим Мда Да Он Все Лим Мда Можно Догадаться Так Вот Этого Никогда Не Угадаешь От Того Что Перекладывать Яйца В Разные Корзины Ничего Не Поменяется Это Вообще Народное Творчество Так Сказали Десятки Тысяч И сотен Тысяч Человек У У меня Есть Один Конкретный Ну Хорошо Пускай Вилат Будет Кто Вилат Это Фобос Ну Человек Просто Использовал Народное Творчество А мы Его Записали Ему Теперь Это Будет Твоя Ну Это Те Цитаты Которые Звучали Как Бы В Ту Или Иной Определенный Момент Потому Что Про Яйца Говорил Только Ты Пока Что В Разной Корзиной Здравствуйте Я Апельсин Ты Помидор Адред Черепаха Это Правильно Это Правильно У нас Про яйца Говорят Просто В Грубой Форме Какой же Не терпится Мне узнать Первое Слово Круговорот Ага Круговорот Яиц В Природе У нас Еще Было Другое Выражение Когда Разные Уровни Игры Что Вот Это Баранье Яйца Это Северное Сияние Такое Сравнение У программистов Говорят Еще Мухи Отдельно Котлеты Отдельно Вот Почему Программистов Говорят Про мухи Котлеты О котлетах Мечтают С такой Ну хорошо Вот Следующая Цитата Общаясь Со мной Они Были Топ Мира Занимая Вместе Со мной Первые Места На Большинстве Лан Турниров Как Только Я Ушел Сразу Пошел Регресс Продолжающийся Уже Несколько Лет Кто С Таким ЧСВ Неужели Илюха Такое Ляпнул Light Of Heaven А Ну У вас тоже Подходит Something Knocks you down You need To learn To get up Это Даня Сказал Правильно Вот Какая Вот Прям Чуйка Или Ты просто Помнишь Когда Он Это Сказал Может Это Как раз На том Турнире Когда Вы Я Читал Это Я Читал Было Там Сайт Который Написал Там Цитаты Типа Великих Игроков И Написали Что Цитата Ланя Попала Кстати Ну Как же Великолепно Эта Цитата Подходит К моменту Когда Он Завернут За Навеску Something Knocks you down You need To learn To get up Ну Это Правда Ну Видишь То есть Это Только Такие Люди Могут Сказать А Вот Кто Это Сказал Всегда Грустно Когда Кто Уезжает С Бут Гуглите Если Вдруг Не Знаете Я Ж Не Знаю Кто Может Смотреть Наш Подкаст Вдруг Моя Мать Застанил Фиссурой Пятерых Проснулся Ты знаешь Это Напоминает Габлака Потому что Он Фиссура Но Это Скорее С Жот Верно Это Габлак У У Тебя Уже Много Баллов Повторю Еще Раз Это Не Я Повторю Это Цитата Повторю Еще Раз Нави В нынешнем Составе Один Из Основных Претендентов На Победу На TI5 Это Велат Но Он Не Видел На Ше Это Он Просто Тогда Габлак Проснулся С этой Фразой Да Я Не Тебе Это Жот Он Придумал Габлаку Фразу Он Просто Написал Хорошо Дред Тащи Пистолет Кто Это Сказал Дред Тащи Тащи Пистолет Дред Тащи Пистолет Тащи Пистолет Знаешь Ну Пускай Наз Будет Это Арт Стайл Не догадался Не догадался Никогда Хорошо Ну Ты Не знал Этого Тут Честно Дота Комьюнити Это Непослушный Ребенок Которого Давно Пора Поставить В угол Блин Вот Это Как раз Что-то В стиле Ласта Честно говоря Не Ну Смотри Я тебе подскажу Я такой Я красивый Ну Это Типа Я говорю Эту фразу Я красивый Так Очень Красивый Хотя Может Он Не Очень Красивый Для Тебя Я Не Знаю Это Сильно Не Подсказывает Да Это Ничего Алоха Дэнс Ну Кстати Довольно Глубокомосленные Посказывания Да Ну Мне кажется У него Есть Все основания Стоять В углу Хочешь поставить Каминьки в угол Начни С себя Конечно Всех туда Зови В этот уголок Не догадался Грустно Очень грустно Порой От происходящего Вокруг Не знаю Лучше Просто Молчать Нежели Пытаться Выдать Свои мысли За действительность Которая Только В твоей голове Всем добра Как и раньше Такой вообще мог Любое сказать На самом деле Кто Немножечко Оп И Грустно Очень грустно Говорит Какой-то Романтик Романтик Кто приходит Это Лил Он уже был Но он уже был Но я же не знаю У вас Повторяется Нет Не повторяется Нет Так Грустно Очень грустно Порой От происходящего Вокруг Не знаю Лучше Просто Молчать Нежели Пытаться Выдать Свои мысли За действительность Которая Только В твоей голове Всем добра Как и раньше И тут еще Kissing hard Ну Смайлик Целующе Сердечко Девочка Что ли Как это написал Ну Начинается На Но Что-что Его ник Начинается На Но Теперь их Два У тебя Для выбора Но Правильно Это точно Не Зачем Ему Это Говорить Но Вот Такой Вот Романтик Да Видишь Какой Глубокий Человек Поднять Аегис Мечта Каждого Игрока Но Для меня Не менее Важно С кем Я Это Буду Делать Я Должен Быть Влюблен В команду Нихто Должен Влюблен В команду Для Чтобы Поднимать Аегис Без Этого Он Не Сможет А кто У нас Такой Командный Игрочок Да Ему Важно С кем Это Будет Делать Да Блин Так На Каждому Важно Но Судя По Судя В Особенном Нет Это Вы Какие Совсем Древние Артефакты Раскопали Да Верняка Это Мистер Соло Вот Такой Командный Подходит Да Ему Ну да Он Постоянно Там Команда Семья И проч А потом Ну Удачи Ты Хороший Игрок Все У тебя Будет Хорошо Ты Самый Лучший Игрок В мире Ну Мы Кикаем Ну Да Пока До Смеш Пушку До Свидания До Свидания Так Давай Твоих Команда Твоя Первая Команда После Возвращения Это НВМ Да История Вообще У нее Была Как У Золушки Вы Там Просто Со Старту Там На Турнир В Москву Обыграли Там Нави 32 Вот Потом Еще Один Турнир Вас Организация Подписала Вот Ты Прогнозировал Такое Возвращение Я Нет Не Прогнозировал Но Я его Не Отрицал Шансы Были При этом Систама Собирали Ну Перспективным Это С Габлаком Получается Вернули Взяли Людана И Двух Там Молодых Тащил Собственно Афонин И Впрочем Наши Два Молодых Тащил И Были Собственно Нет Конечно Ты Понимаешь Ты Делаешь Прогнозы И Ожидания То Если Они Не Забываются То Тебя Ждет Большое Разочарование Нет Смысл И Некоторые Ставят За Себе Какой-то План Должны Дойти До 1 8 4 Планы Нужны Для Лёкостных Работников Для Того Что Было Понятно Что Здесь Задачи Их Надо Выполнять Здесь Ты Не Можешь Прогнозировать Это Ты Не Можешь Знать Выигрыш Ты Можешь Скаж Что Мы Допустим Можем 40 50 Часов Тренироваться Да Вот Этот План Можно Выполнить Но Тренируясь Это Время Выиграть Что Это Далеко Не У Сегодня Обернуть Команду Пять Раз А завтра Приди И Проиграть Раз Тут Конечно Согласен Часто Мы Это Видим В Кибер Спорте Тоже Непонятно С чем Это Связано Ведь Руки То Одни И Те Же Но Но Фаворитов Прям Вот Таких Которые Если Возьмешь Любой Профессиональную Команду Любой Профессиональный Вид Спорт И Далее Посмотришь Вы voulez Затем Ты Переходишь Асус Полар Виртус Про Ну Как Переходишь Наша Команда Наш Команда Стефaus Как бы Сtenовитесь Асус Полар Под впоследствии виртус пропала и и ты выступаешь на интернешнл 2015 вот вы занимаете 5 там шестое место и результат это идут плавно на спад и вот только в 2019 году ты решил завершить карьеру игрока и стать фултайм аналитиком вот скажем так почему ты все-таки ну мне кажется в какой-то момент люди понимают вот я сейчас уже и по не форме я типа должен сейчас уже наверное уступить дорогу или молодым я не знаю какие то там приходят у меня проблем в том что я форме до сих пор форме почему тогда ушел это вопрос вообще из чата люди спрошу душу где-то есть родительность которых ты можешь заниматься все то есть я не то что ушел потому что там не получалось ли что ты ушел потому что было дело которыми заняться которые можно тоже успех нет на данный момент ближе просто а ты себя вот как аналитика как бы охарактеризовал у тебя хорошо получается плохо получается или это должны характеризовать люди как должны характеризовать люди во-вторых безусловно есть над чем работать работа чем-то я силен то есть у меня есть как и у любого человека сильные слабые стороны а может сказать свои слабые стороны они же всех в первую очередь интересуют слабые стороны да ой ну плохое умение пример работать на камеру дикция плохая но хорошо эмоциональные вот эти тона и проще я использую очень плохо над этим точно то есть ты не активен эмоционально да ты более такой ну я говорю одним тоном аналитик он того предполагает нет что это за аналитик который говорит все а ну такой ну это вот это аналитик который будет совмещать это и знанием лучшим аналитиком ты делал да но такого нет и может делить аналитиков на те кто вы будете говорить по делу там строго академично используя кучу знания развиваться в этом и как бы вот у постановите просто что меняется на дети которыми этом шоу делать есть интересные истории там травить эфир там пауза держать медийным быть вот второй тип аналитика и все говорят она совершать первый тип со вторым типом чтобы у тебя серьезный который развивается и один такой вот так вот на самом деле не так должен быть вот здесь как бы сто и здесь то и тогда мне допустим сто а здесь там 20 ну ты работаешь над этим на эмоциональности пытаешься добавлять ну это крипово кстати крипово конечно сразу тебя расположил декор судьбу что может быть ты подумал боже мой пора уходить разрешение писать ну ты работаешь над такими вещами да ну не сказать что я прям как над этим можно работать ну вот над эмоциональности в кадре вот что ты для этого делаешь чтобы поднять этот как ты говоришь 20 до какого-то хотя бы там 100 ты как работаешь над этим пример я не как ну и просто такой значит в основном люди такие ну чаще всего есть люди которые так вот родились и они вот такие им к некоторым конечно не хватает бывает вот дикция люди работают надеюсь там есть определенная работа но мне кажется работа над эмоциональностью это что-то очень ну как это можно это надо быть это надо познавать мир быть общаться с людьми быть социальным значит допустим если вот такой вот и ты там супер эмоциональный для тебя это естественно тебе сложно понять да сложно вот а я наоборот техна я понимаю что там заканчиваю предложение нужно там голос там понижать начинает нас повышение заканчиваем понижение если ты почта на понятное дело что вот в этом я наверняка был бы не профи а ты в профи в другом ну в общем встретились два профи привет эмоциональный и наш аналитик супер ладно мы поняли ты работаешь над этим твой лучший опыт в качестве работы аналитика где был сложно сравнить потому что ну везде есть свои плюсы и минусы очевидно и непростых сложно сравнить потому что это разные объекты для сравнения ну какого-то такого одного примера я могу станет там цвета его сравнить там большое яблоко маленькая яблоко и груша мне сравнить тяжело везде по-разному где прикольно как профессионал ну то есть ты не можешь назвать кого-то одного такого события которое вот прям было лучше всех да возможно могу я просто не просто тяжело построить потому что фактор очень очень много и эти факторы разные я понял я тебе намекал намекал ты никак я не хорошо я понял ты не поведешь тогда на турниры от веблей я хочу напомнить что в принципе недавно прошел решавл мед нас выплой турнир и сейчас уже вот грядет форджов мастерс турнир правильно на котором ты будешь аналитиком форджов мастерс у нас кс у нас же было форджов мастерс еще и кс да хорошо я не буду я вам конечно зайти и обманаться примерно как у кого тут урался просто стреляет но в контре ты шаришь контре да нет у тебя такого дота да ну ты ты вообще люблю больше стратегии экономические стратегии так далее вот и на стрелялки вообще не то что как бы я там плохие там не разберусь в этой игре и так далее ну просто мне не нравится ну хорошо я опять же стратегию там и аспекты контр-страйка этом в них просто разобраться ну я знаешь вот я тоже на самом деле честно тебе признаюсь я вот больше как бы по контр-страйку ну ориентируюсь в нем но я не люблю в него играть вот если честно ну то есть все вот такие интенсивные игры хотя в принципе доту тоже можно назвать интенсивно это еще мне кажется более интенсивно они очень для нервов для наших старых людей это уже не то у тебя нервы все время на пределе нервная система загружена вот этим всем и поэтому он там это просто максимально и понятно загорается все очень быстро у тебя и снизу и сверху и так далее поэтому но смотреть совершенно другое дело смотреть турниры вот дота финалы и все остальное и контр-страйк просто какие-то игры с кем-то со временем начинают и все интереснее интереснее может быть это за счет аналитиков защитить а комментатором ну это понятно да решает очень сильно новым к что интересно смотреть на любое дело которое делает профессионал он тоже если ты будешь смотреть за профессиональным рубильщиком дрофти тоже вот интересно смотреть а кому-то делать ну хотя да и согласен недавно на ю тубе смотрел как раз профессиональным распаливателем огня не знаю зачем это дело работает профессионал реально интересно потому что там столько нюансов да и ты пытаешься их понять достичь дело его же у тебя был интересный опыт ты играл в команде кбудо в рамках квалификации интернешнл 2019 что это для тебя значит вообще это фановая команда кто не знает давайте объясню что такое кабел вдруг люди не за это фановая команда которую регулярно объединяются стримеры аналитики свободные игроки просто чтобы играть квалификацию до попробовать свои силы и вот ну ты как себя ощущал то я их попросил просто ну ты там тащил вообще но там был молодцом или ты ну сам от себя ожидал чего-то большего может не я ничего не ожидал мы просто как бы собрались сыграть да и все отдать дань работянам скажем так чтобы они посмотрели как мы играем правильно хай-хай машина кого вы должна так поддерживаться работяги мы с вами работяги мы с вами в этом году ты еще принял участие в трим хотя дреда вот и как тебе такая инициатива когда у телем и собираются скажем так веселяться на стриме там в неформальной обстановке вот тебе лично это прикольно это для людей очевидно не сказать что я в этом круг или там это моё то что тема в которой нужно развиваться потому и допустим коннекс аудитории всегда был на низком уровне вот это лично моя проблема а вот допустим то как ты даешь интервью что-то пишешь активничать соцсетях участвовать в играх там вот на стрим-пад едешь так далее это вот все эти факторы которые по-хорошему мы можем делать ранее на мой то есть это медийка вот это который надо заниматься ну а вообще тебе это было комфортно ты был свои тарелки или нет не сказать что был свои тарелки но это я повторюсь опять же моя проблема и полну продолжить определение стрим хата это место где собираются веселые ребятки и талантливые вот это важно вот все должны об этом знать круто как ты вообще видишь сейчас свое профессиональное будущее смотришь ли ты вообще наперед конечно где-то на месяц три-четыре вперед я смотрю обычно ну я вижу себя в развитии вот этих сфер которые не занимаюсь обучение в создании обучающего материала в аналитике вот во всем около киберспорт ты хочешь развивать молодых инициативных ребят я могу делиться знаниями да не неинтересно это то есть наработать какую-то большую библиотеку там потом как играется там и так далее вот я сел играть вот я сел играть вот моя мышка вот это я сел в dota игра прошу мне вот я вот все я ничего пока не знаю я знаю я играл в какие-то образно говоря такие игры и ос как они там раньше назывались вот dota и что мне делать не играть одни персонажи пока я типа не пойму его механику или мне пытаться ты уже слишком далеко забегаешь у это еще в меню типа не вашу для начала тебе нужно затем настройки настройки сделать под себя потом выбрать взяли оптимальное железо лучше понять что ты это грех хочешь потом зайти блин шмотки все позапоминать точно я забыл это самое важное запомнить шмотки потому что закупаться это просто я помню вот что меня отвернула и почему мне понравилось когда-то смайд но смайд уже не назвать супер дисциплиной но тем не менее что мы автомата можно выстраивать типа закуп но я потом понял насколько это плохо закуп должен меняться в отличие от ну то есть зависимости от того как идет игра очень много надо знать если ты не знаешь что все у нас есть начать а вот у меня скучно но для этого я такой у это меня запомнить тысячи вот этих там триста чем-то или сколько их там по этих предметов о нет но это не обязательно обычно ты запоминаешь какие-то и в этом начинаешь потихоньку расширять вот на целом конечно вопрос сложный в этом плане как научить человеком тут играть который смотрят не знает то есть получается первым делом нужно учить шмотки сейчас есть очень много внутриигровых именно обучалок какого героя ты назовешь лучшим для того чтобы начать понимать уже когда-то выучил эти вещи начать понимать что ну вот им легче будет всего скажем так чтобы тебя там не гнобили не унижали роль какую вообще какую роль для того чтобы ты начал понимать доту лучше ну так понятие роли она идет потом как начинаешь игру понимать немножко лучше ты понимаешь что есть такой ролик как потом ты заходишь тебе сразу говорят ты шо не джанглер пошел майну и в принципе дальше ты понял отчет хотя бы на линии хотя это с последним извинением или не не ничего подобного ты заходишь анранкет парадки тролли нет ну очевидно это герой дальнего боя и это просто герой 3dc в общем да скорее всего возможно не маг и героя скорее всего без каких-то сложных направленных способностей вот и все ну конечно есть там большая табличка боя до такого дальнего боя сразу половину отрезалась потом там половину еще чтобы он был не сложный желательно со скейпом и все это дальше выбираешь по языкам желательно с кем невидимости а с невидимости ну какой-то уже один приходит на ум герой то пускай мирановую мира вообще мирана года то есть это хороший совет я думаю тем кто вообще начинает играть выучить вещи начать играть мираной постепенно понимать если на ненагральная способность но если попал по прикольным а вы любите в нем а а мне нет нет ты всеми по чуть-чуть страшно настроение вы захожу по нему я хочу реально на этом зажарить у меня есть которыми играть не особо люблю а есть именно вот который периодически схватить есть герой который прикольно если ты устал вот они заняты возникал устал не почему начинается на джакир играть умиротворение если приходишь просто вышку плюешь таким вот шаром ну да кто-то видишь каждый по по-своему любит некоторые 2 2600 игр играют на менюре и в принципе счастливых тут кто вообще карту герой интересный это круто играть в 1600 игр чтобы в мальчиков и тебе не они но это не в удовольствие это не круто нет я думаю там в удовольствии потому что вот взять пример атакера который на кунке сыграл там тысячу ир который играет на нем классно и многое ммр взял вот его я могу понять кунка реально интересный герой сейчас очень продаж его кораблем с этим там корабль крест там меч класс там всем вот все скиллы типа них реально прикольно кидать вот взять там ладно я не буду ничего пить и не там и тоже прикольно кунта и дело а сайта на земле что творит все пошли уже куда-то туда и стоит классный ну вот тоже герой сигнатурные которые мощные они сильно все интересны потому что они просто уча возможности я теперь тебя понимаю блин почему вот не один герой а много сразу разных потому что все действительно чем-то так хороши непонятно за кого браться но вы начинаете берете замирана мы уже это определитесь ну для того чтобы чуть-чуть понимать что происходит дальше потом уже вам скажут стой на линии беги туда беги сюда причем это все с использованием естественно упоминание вашей матери и тому подобного правильно также в доту люди приходят ты кстати ты кстати против вот такого скажем так жестокого обучения игроков что их кунают просто сразу в мат и всякие вот такие материнские вещи ну конечно против ну блин чё поделать знаешь когда говорится тут так заведено хорошим конечно то как-то исправить но как это сделать слишком много уже цепляется друг за друга но опять же скажу это далеко не всегда вот допустим вот тот же ухо приходил говорил у меня все помник сыграл мне был все такие вежливые так приятно играть было вот есть хорошие есть плохое как и везде процент плохого в доте говорят что просто выше чем других игрок а так-то это от людей зависит ну конечно но банны не помогут в таком случае да потому что игра бесплатная можно зайти на другой нет больше тут больше на мой взгляд помогает лидеры мнения то есть люди которых смотрят именно стримы вот есть чуваки которые стримят их там стоит по 10 тысяч человек вот и они допустим себя корректно а другие вот ведут себя вот именно так как ты говоришь и подают вот такой вот пример я тоже сейчас на горе против вот таких вот загораний ты зайдешь сразу поймешь кто как бы относится к первому второму по подписчикам это сразу видно да по просмотру ну и к сожалению нашим людям это нравится почему-то не знаю почему но это нравится больше чем какое-то некорректное поведение возможно связано с средним возрастом где там буду бунтарства или но они же и нас тут же по лично и не могу на за персональным игрокам но тут же по лично у него много просмотров но он подает вроде бы плохой пример плохой как я говорю что покуда будет подавать такой плохой пример будет и воспитываться люди которые будут себя так вести а потом они будут заходить негатив заражать других да я тоже честно говоря против поэтому дорогие заходите на мирану и ничего не пишите в чат я вас очень попросил бы это такой сам можно написать хорош хорошее вы все молодцы вот так это мне кажется тоже можно воспринять подкол какой-то вы такие молодцы ты опять промать сразу начнешь слушай слишком на иголках нет думаешь я на иголках в этом плане не но это странно это просто подозрительно люди играют проигрывает и ты пишешь другие молодцы ну я сейчас говорю ситуации когда проигрывать по парню все как сарказм что туда хорошо не расстраивайтесь сейчас задача давайте попробуем это ну не получилось мы пытались там вот это мне всегда нравилось вот в киберспортсменов высокого уровня насколько они четко контролируют свои эмоции может быть в этом плане ты как раз и это и тебе и помогает что-то умеешь контролировать свои эмоции вот она тебе ты говоришь в аналитике не особо помогает что у тебя эмоции всегда под контролем они не бушуют но вот в плане игрока мне кажется это ваш важнейшее качество держать эмоции под контролем без них ты просто не сможешь затащить ну да даже самую тяжелую катку как принципе иногда нам мы видим по всяких супер играх там терпение ну да хорошо я хочу перейти к нашей второй рубрике нас очень беспокоит всех здесь всех присутствующих судьба некоторых игроков как она сложится после того как они завершат карьеру давай ты попробуешь предположить и объяснить по объясню это сильно ну давай попробуем рамзе с который пошел егэ игрок очень талантливый игрок-лидер и я думаю для него сложности хорошо но и другой регион получать кучу потом еще молодой на мой взгляд собственно фотографии рамзе со все процентов успеха вопая зависела именно от него на мой взгляд вот и что я думаю не все будет хорошо открыл и закрыл сейчас мы посмотрим на лицо рамзеса тут как бы не обязательно думать что парня все знают я желтую должен нажать нет простите справился с управлением не справился видишь вот поэтому мне в доту нельзя вот все вот это рамзес да в общем у него все будет прекрасно все таки и джин не последний коллектив хотя там находится флай я не люблю он же с портом флай да что он сделал ну не знаю может я слишком проникся истории флая ноутейла про то как флай кинул ноутейла прям перед отборочными им пришлось начинать с нижних это происходит у нас снг это происходит в каждой команде по два-три раза видишь это все так историю так и не мотографировали что она выглядит действительно как подъемом наверх из-за предательства ну люди наверно молчат о том что они до этого играли год вместе у них нет это все знают именно поэтому предательство то что гулять разошлись по разным командам но видимо из-за этого пришлось набирать новый состав и начинать вашей стаж на этот кубаш он против что они два раза в один взяли не да да но все же помнят как ты но fly смысле но ты его не пожал руку флай и там потом то есть между ними есть этот накал все-таки это считается предательство по мнению ноутейла точно раз он даже прошел и может быть когда можно по-разному относиться но результат хороший результат хороший когда они были вместе результатов у него почему пришлось взять куда тренера как вода ну то есть он игроков уже набирал там был отчаянно отчаянно ну и что ну это видишь привело успеху так что он в команде у сейчас будет с флайом передавая ему привет от меня ну пусть он поймет это таким образом у каждого может быть видишь свое мнение у меня такое отношение я может повелся на всю эту пропаганду скажем так которую люди просто делают в youtube не знаю у нас стоит по телеку людей зомбирует да ну тут я не вижу политической как бы потоплю к зачем зомбировать людей чтобы они не любили fly в общем кристалла из у нас кристалла из что вот он как ты думаешь как его судьба сложится будут играть санейка там год может быть два зависит от результата вот в целом сложно что-то сказать он для меня такой игрок но очередно выше среднего уровня неплохой но это выдающихся качество я в нем не вижу вот соответственно у него судьба вот обычного хорошего игрока в самом деле вот так артизи у вас артизи он уже артизи но это самая медийная личность америки в лицо вега своего я думаю там не останется они будут играть продолжить стримить развивать медийку может быть сам станет учредителем егэ неплохой это ему будущее нарисовал вообще не вижу что ты хоть кого-то назвал вот он станет в будущем парикмахер таксистом может кстати мы и дойдем сейчас до такого давай посмотрим ну ладно давай не будем да просто скажи алоха шо с ним будет салона да ничего поиграет с командой посмотрит мне кажется потому что сложно и шанс того что получится все будет хорошо но скорее всего не получится вернется дальше стримить вот практически барикмахер почему мы издали ну стрибить да думаешь давай да а резолюшен прежде душем не было понятно что он поиграет какое-то время и европе в америке потом его слухи окажутся не особо нужны и вообще он вернется в снг и так уж сложилось что в снг особо 900 и виртуз про в принципе попал хорошую команду с хорошими очень условиями ну в принципе урок высокого уровня как у них поет не знаю на мой взгляд составе виртуз про нынешний он достаточно гораздо слабее чем предыдущие да да ну не нравится что он смотрит на меня смотрит на меня поломал что про меня говорят ну ладно я хочу выклить такой криповый взгляд у него на меня честно говоря выглядели алоха твоего лоха этот резолюшен так давай и еще продвинемся на шаг вперед мы тебе покажем ряд киберспортивных дисциплин ты поразмышляешь о том как долго им предстоит жить вообще хотя бы пару примеров киберспортивных дисциплин которые были и умерли вот dota 2 как думаешь насколько долго проживет с такими-то скажем так деньгами за турниры призовыми бред но нет не нравится что она по темпу во-первых не обгоняет лол во вторых нынешнее поколение она больше растет на всяком фортнайте фортнайте прочего там молодым людям гораздо более интересно но давай подумаем ну как ты думаешь она вечная вообще потому что создается ощущение что да а не она я думаю она точно не вечная у меня будто он удалось ощущение что-то второй мир варкрафта скажем так наш который будут сломать именно это именно про доту или дату 2 про дату 2 не тут там едут отрированными поздно да думаешь конечно уж а клиент уже конечно говоря весит все больше и больше и приключение что ну они просто будут этот апгрейдить пускай будет лет 12 лет 12 еще будет она да да мне кажется боже мой дожить бы до конца дота 2 я думаю мы никто не доживите на блин очень сильно вот подобные игры компьютеризированные которые будут через этот интернет будет зависеть от развития вообще общей науки честно говоря ну это да с этим я согласен контр страйк как ты думаешь ну global естественно необычный контр страйк и глобал офицер сколько он продлится потому что уже как бы турниры призовые деньги за турниры достаточно небольшие по сравнению с дотой за что у них там зарплата такие что но зарплата да так опять же ну где то же это все равно даст знать зарплата когда маленькие деньги выигрывает услуги гораздо лучше иметь такую инфраструктуру как кейси имеет стабильные зарплаты из-то были зарплаты на всех там у тир-1 до тир-3 чем как дотик где никто не получать ничего а там там не знают со человек мире 30 миллионов баксов получают или 50 это гораздо более разуме и для того что там я всегда говорю что от того что вот они придут и выигрывают за первое место не 15 миллионов долларов одессе миллион долларов ничего глобальных жизненных не поменяешь а вот эти пять миллионов могут поменять очень много вот и на стир 2 сцену если турниры развивать и так далее потому здесь я больше выставил к с выборок он гораздо более понятен во вторых он был первые доты и в третьих здесь экономика гораздо лучше что-то по 12 это тут пускай будет 15-20 и там то бесконечности вот здесь допустим эту игру я гораздо больше верю так хорошо это интересный прогноз apix legends как у нас так ярко стартанула начала обгонять фортнайт какой-то момент потом быстро по хостер я не знаю ни разу не играл кстати никогда не почему-то мне кажется мне вообще идея королевская битва у меня совершенно не нравится но как показывает мир людям она почему-то супер зашла и даже были эти голубые игры по моему фильм такой да 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 фильм он недавно мне кажется все все-таки ройл батл на него бум пройдет рано или поздно там волне возможно это вот он сейчас почему то есть но сейчас рынок именно столько сильно перенасыщился перенасытился уже по папку вот эта штука еще что-то есть что строит ну а она из этих всех как ты думаешь по сравнению с папкам который уже он первый по моему появился да из таких весомых понятно первых мы можем называть там кого угодно но из первых батл роялей папка первым заявила себе потом уже появился фортнайт ты знаешь еще популярно какие игры игры песочницы игры выживания майнкрафт майнкрафт типа вот такие да да вот я думаю еще скоро выйдет я еще одна штука там где наверно можно будет закидывать джунгли у тебя ничего не будет это муж крафтить до массе строить еду добывать костер палить и параллельно типа с другими чуваками драться но что-то 20 очень длинная потому возможно это не сделали но мне кажется просто выйдет аналог который будет толковище map и клей джинс то есть мы видим что здесь это золотая жила и постоянно будет просто выходить новые игры с новым каким-то фишкой да 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 они будут западную тарию будет вышивать этих людей с предыдущих игр потому я бы от их сложность не давал много времени вот но сам жанр конечно дико популярен хорошо тогда мы перейдем к еще одному представитель этого жанра который пока сейчас на коне вот такой абсолютно такой же прогноз . я к сожалению да не знаю как открыли так и закрыли картиночка да выйдет там ну да что-то интересно это какой-то там хотя видишь вот создатель я не знаю почему у хайрезов так не получается они со смайтом не особо взлетели скажем тогда с паладинами не особо взлетели они выпустили свой рояль вот этот вот фэнтези стиле фэнтези стилистики уже казалось бы все вот тебе новая фишка ты бегаешь с арбалетом ты гонишься на конях и в принципе там ты качаешь броню себе параллельно видишь почему-то не других людям больше заходит ну что-то вот у хайрезов не знаю это то же самое то же самое я просто вижу ну хорошо и тогда еще одну это rainbow six rainbow six так а это что ну это наверняка rainbow six сайт ну дисциплина в которой ты должен атаковать запертых внутри террористов осада это типа counter-strike или что типа counter-strike но только здесь осада но это по сути когда counter-strike но только с тактическими фишками спецназа скажем так уже counter-strike название шарик такой интересный что назвать counter-strike тактической игрой в стиле спецназа я не могу это все-таки больше такой знаешь как это как сравнить фифа с каким-то вот нет тактические щиты здесь используются здесь использовать здесь именно все по тактике когда вы играл свод тактическую вот это наверное если стреляла которая играет и как 3 3 вот она видишь но он тебе нравилось но там на золю допустим антича после моего рабочей вообще не нравится вот а это вот в стиле ты смотришь под дверь кто там ходит знаешь вот эти вот все такие штуки которые используют спецназ блокируешь дверь чтобы из нее никто не выходил идешь ну да но допустим ты приходишь с работой хочет вдохнуть зачем тебе с этой тактики заморачиваться побежал стрелять нивелируешь работу всех служб свод не было принципами 30 года дальше world of tanks какой-то вот я допустим новому поставил то есть ты этой игре поставить много не можешь лет скажем так я не знаю ее судьба я не могу у меня нету достаточно экспертизы что вообще не просто не заняты я обратился к нашим скажем так людям которые находятся у нас в чате в чате вы play club и я буду делать так и дальше я буду обращаться к нашим простым работягам я буду за день до наших подкастов спрашивать какие вопросы хотели бы задать именно вы потому что я считаю что вопросы задаем которые вопросы которые задаем мы это одно дело вопросы которые хотят знать простые люди без обиняков без всяких прямые конкретно это другое дело поэтому я хочу тебя задать всего там три вопроса скажем так чтобы не у нас времени просто не очень много которые как бы спрашивают у тебя люди в чате поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал в нем вы увидите новости которые выходят киберспортивные и под ними будет кнопка обсудить вот обсудить это портал просто скажем так к этим новостям о том кто будет у нас следующем подкасте и там вы сможете спросить любой вопрос который вы захотите их честно буду спрашивать чтобы вы там не написали поэтому вот вопрос у нас есть сейчас одну секунду я открою скриншотики даже чтобы понимали вот здесь на есть вопрос от шилка это было ваше ники называть лишь бы вы подписывались наш телеграм-канал шилка спрашивает есть вопрос который не задала не дала задать ему пиар-служба эпицентра может тут подойдет если в этом мире что-то более несовместимое чем или дан и покупка бкб есть что но что то есть на это вопрос а не было я понял если в этом мире что-то более несовместимое чем или данная покупка вы там или что есть хорошо а доктора кейнера корнишона вопрос на самом деле это был не вопрос а скорее выплеск сарказма выплеск сарказм видишь шилка мы отметили твой выплеск сарказма ну опять же мы должны эти вещи говорить потому что об этом говорят люди правильно люди говорят мы обещал что ради медики готов сделать все конец эти вопросы задавать доктор кейнер корнишон он тут а шесть вопросов задал но мы их все в основном уже прошли кроме одного вопроса вопроса когда ты добавишь под ливеров друзья в стиме хайя добавлю от корнишона а то точную дату не могу сказать но вообще могу любой момент добавить ну видимо он уже не бросал в друзья приглас какой-то нет нет такого нет тут от тебя не будет что ты под ливера по моему мне друзьях есть ну когда вернется в про гейминг мы уже говорили вот а и еще такое вот у него было коротко потому что у тебя скоро уже ввести нашего скажем так аналитику для нашего турнира мнение про на вот он просит вот мне не просит равны нами красавчики вообще учета круто что они доверились у санэйк он пришел собрал состав стуля причем этих ребят я даже сам не сказал что особо знал и просто как бы с ними поиграл откопал смог скажем так посадить смог навязать свои идеи нанести посадили на и я уже думал здесь будет цензура у нас они вышли на на имп нет больше супер достойный результат в общем они красавчики в общем они красавчики корнишон мы задали вопрос и получил свой ответ и третий вопрос если бы тебя посадили играть на изи линию на кэри саппортом с ником деймос вы бы сыгрались далеко тут я так понимаю даже сена не было повыше да это точно в общем ваши вопросы я задал который мне вы прислали дальше давайте так мы и поступим вы подписывайтесь на наш канал в телеграме заходите обсудить выплой club там я говорю завтра придет тот то тот то вы задаете ему вопросы я их честно озвучиваю а сейчас я хотел бы чтобы ты ответил еще на один простой вопрос как ты считаешь кто пройдет на первый мажор и минор ну да кто пройдет думал как пройдет нет кто пройдет пускай будет комбитый нави компитый нави а почему как ты думаешь мы называемся под куст ребята нас раскрыли серьезно ты думаешь именно поэтому я думаю именно поэтому а вот это вот зеленая шапка такая она тебе ничего не говорит так это вы потом уже придумали изначально было не так в начале мы увидели куст и мы такие а что если мы под куст будем класть конверт с вопросом следующему гостю и потом уже такие а чё это будет просто так мы просто конверт и куст давайте будет целый подкаст как тебе такая безумная история сам ее сочинил в общем смотри это под это наш куст это наш символ это наш бог это конверт который мы всегда кладем под куст здесь вопрос от предыдущего нашего гостя которым был ухо комментатор ты я думаю знаешь до такого комментатора я не знаю вопрос это вопрос тебе следующему он не знал кто придет вот когда на выиграют мажор причем человек спрашивал по контер-страйку я же уверен человек комментирует контер-страйк я думаю он спрашивал про контер-страйк но ты можешь ответить про дот про доту да то есть точная дата у тебя нет в таком случае я тебе предлагаю конверт мы оставим тот же но у нас передайте пожалуйста мы хотим попросить тебя написать вопрос следующему гостю мы не знаем кто это будет честно говоря то есть всегда так ну кто согласится кто по времени там поэтому подкладка такая да короче да будем парка ручей пацаны пишем воровской про он пиши маляу на тебе ручка что тебе надо карандаш такой рандомный вопрос в вечность отправляешь как будто бы пионеры отправляли своим потомкам в космос но это уже будет буквально там через неделю не то чтобы прям так далеко человеку который придет следующий а пока александр пишет александр пишет я хотел бы еще раз напомнить у нас есть канал вы плей который вы сейчас смотрите у нас есть канал в телеграме вы плей у нас скоро начинается турнир форжев мастерс поэтому присоединяйтесь к нам будьте с нами будьте как я и как александр подписывайтесь на наши каналы ставьте ваши лайки колокольчик и жмите на все что жмется тыкайте все что тыкается друзей соседи пускай друзей соседей звоните родственникам нижний тагил на каймановы острова где у вас они там есть все конверт вопрос следующему гостю не открываем можно было даже его залезать но у нас этот конверт один сам понимаешь больше конвертов нет это еще четыре гривны поэтому мы не будем закрывать прочно мы поверим что скажем так ты должен поверить что мы не посмотрим его я очень рад что ты сегодня пришел мне кажется ты абсолютно наврал по по поводу своей не эмоциональность это очень эмоциональный крутой чувак я очень рад что с тобой познакомился да ты очень эмоционален ты очень приятный собеседник мне было очень приятно много вещей узнать о старом скажем так о старой доте о старом киберспорта спасибо спасибо но я уверен ты это каждому говоришь нет нет я вот когда приходит человек из counter-strike я ему не говорю что спасибо что я узнал о доте в этом есть отличие как сам понимаешь в общем спасибо саша я очень рад был с тобой пообщаться я тоже спасибо было прикольно у нас в гостях был фобос и опять этот криповый звук по 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 по